Они пережили страшное. Теперь эти жители Буччи хотят выглядеть лучше всех. Их бесплатно стригут, делают маникюр, предлагают программы по уходу за лицом и массаж. В городе волонтёры красоты. Организатор группы Ольга Белицкая говорит, цель помочь тем, кто пострадал от российского вторжения. Кто-то остался без жилья, у кого-то дом повреждён. Но тем не менее им нужно что-то красивое. А на это у них нет денег. Тем более нет денег на себя, потому что заново нужно выстраивать всю свою жизнь. Стилист Денис Деканенко жил на востоке страны и был вынужден сам бежать от войны. Вот как он объясняет свою мотивацию. Я сейчас сделаю то, что умею, и таким образом некоторых людей делаю чуть-чуть счастливей. Другой парикмахер Глеб Атаманенко считает добровольцев своего рода батальоном, только на фронте красоты. Правда, их работа сейчас зачастую ничего общего с красотой не имеет. Мы говорим с этими людьми, понимаем их, понимаем их настроение и чувства, ну или пытаемся понять. И это, я думаю, как часть терапии. Некоторые из присутствующих здесь говорят, такая терапия даёт им серьёзно больше, чем просто внутренний покой. Это помогает мне увидеть лучшее будущее в Буче. Это был прекрасный город, прекрасная европейская страна. Мы не можем быть рабами, мы хотим быть свободными, чтобы жить достойно, зарабатывать деньги, расти детей и восстанавливать наш город. У нас наступят лучшие времена. Более 20 волонтёров красоты вояжируют по Украине уже почти два месяца. Выезжают только в те места, которые были под оккупацией российских войск. Среди них лучшие из лучших стилистов и косметологов столичного Киева. Организатор Ольга говорит, волонтёры должны быть сильными духом, ведь им рассказывает много страшных историй. При этом мы не можем себе позволить заплакать или показать свои чувства. Нет, мы здесь, чтобы помочь. Мы должны быть счастливы и улыбаться. Волонтёры красоты надеются расширить свой состав, собрать побольше денег и оказать помощь везде, где в ней нуждаются. А пока идёт война, работа, которую все волонтёры красоты считают способом выполнить свой долг родине, продолжается.